Господи, я здесь не была год. Это как-то, не знаю, непривычно при раскладе, что раньше я постоянно сюда ездила. Вот спустя год я здесь. Короче, иду в метро. Сейчас поеду на метро Киевская, мне нужно в торговый центр европейский. Ко мне присоединится Ира. Мы наконец увидимся с Ирой, мы еще не виделись с декабря. Последний раз они с Максимом приезжали к нам в декабре, если вы помните, у меня был влог. Может быть, немножечко походим по магазинам, погуляем, посидим где-нибудь в кафе. Короче, проведем вместе время, но перед этим мне нужно немножечко поработать. Собственно, работать-то я и буду в европейском. Мне нужно там кое-что поснимать. Все, я спускаюсь с метро. Блин, так непривычно. Просто жесть. Когда-то каждые три дня я сюда гоняла, а сейчас, типа, боже, я в Москве. Своеобразно, в общем. В Москве, походу, уже давненько KFC. Это снова Ростикс. У нас в Владимире KFC пока что все еще KFC. Ну, наверное, не за горами будет. Переименование, так сказать. Ой, я раньше постоянно ездила на станцию метро Киевская. Здесь такой адский ветер всегда. Еще вот там, когда выходишь из метро, я обычно выходила вот там. Где-то вот здесь или вот там, ну, короче, что-то из страны. Там все время продавали розы, 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 розы. Прям ассоциация. Знаешь, такая уже была. Приехала на станцию Киевская, где предлагают розу. Просто жесть. Ну, короче, да. Иду пока что в торговый центр. Может, где-нибудь присяду и спью кофейка. Потому что сегодня у меня был всего один кофеек дома. Ну, а пока я тут хожу в Леонардо, снимаю рекламу, ко мне пришла Ира. С декабря не виделись? Да. Наконец-то. С декабря, да? Да, в середине декабря. Капец, время здесь. В Владимире приезжали, да, ребята. Ой, наконец-то. Уже тоже затарилась у меня. Да, Ира там какого-то себе птенчика взяла. Пасхального. Очень-очень скромный, я скажу. Всего лишь какой-то птенчик. Сладинка. Сладинка. И, в общем, какие у нас планы, я даже не знаю. Ходим кофе попьем, наверное, сначала. Кофей, Катя. Или надо передохнуть, мне кажется. Мы не смогли ладнуться. Это же у меня жизнь тяжелая настала. Что я хочу сказать? Итак, мы с Ирой сейчас пойдем с золотое яблоко. Я, кстати, очень хочу понюхать один парфюм. Ласко пойдем. Вот эти, знаешь, Mango Skin бренд. Вот эти вот с желтыми такими, желтыми колпачками. А, знаю, знаю. Какие долговатые. Это не бренд называется Mango Skin, у них есть аромат Mango Skin. А на самом деле называется, как-то бренд, не знаю. Короче. Что интересно, я была в золотом яблоке всего один раз. Я тоже всего один раз. Ты тоже, да? Да? Живет в Москве человек. Ты серьезно? Я в Петербурге была. Один раз в золотом яблоке. Ну, вот так. Разики я отсюда обожаю делать, конечно. Ну что, пойдемте, ребят, посмотрим. Занюхнем, так сказать. Тот момент, ребят, когда мне пришло два заказа из золотого яблока на этой неделе. Вчера. Вчера у меня пришло два заказа. А я уже здесь. И, в принципе, надо что-то взять еще. Ну, а что? Раз еще здесь оказалось. Почему бы нет, да? Я, кстати, увидела здесь бренд, который я очень люблю. Это вот этот вот Чи. И у них есть потрясающая вещь. Вы, конечно, сейчас будете в шоке с размерами. Наверное, скажете, Наташа, что это за travel size? Это вот Silk Confusion? Да, это выглядит как travel size. На самом деле, вот такой вот маленькой штучки хватит, я не знаю. Ну, вот на год, мне кажется, точно. Она очень экономная. Это, короче, такое средство, которое шикарно сглаживает сеченые всякие волоски. И разглаживает волосы. В большем объеме здесь, кажется, ее нет? А, нет, вот есть. В большем объеме есть. Но я не вижу смысла, на самом деле. Лучше взять вот такую вот маленькую штучку. Она стоит вот 400 рублей. Короче, ходим с Ирой, тут вынюхиваем. Перенюхали, знаете, какой бренд? Вот этот вот. Бильгельм парфюмер. Room Service мне больше всего понравился. Мне, если честно, не понравилось ничего. А ожидала, что понравится все. Ну-ка, еще раз. Room Service. Кисло-сладко. Знаешь, на что похожее? Вот эти вот корейские спреи для дома. Вот, да, да. Да, только там дешевле гораздо. А здесь 25 тысяч. Пошли нафиг. Ладно, 500, я поняла. Короче, ребята, вот этот бренд сейчас я вам покажу. Если что, ребят, речь была вот об этом бренде. Очень в основном любят люди вот Manga Skin. Манго Skin. Я хотела понюхать Дарлинг Ники. Я хотела понюхать еще вот этот вот Дир Олли. И хочу вам сказать, что мне ничего не понравилось. Это очень странно. Ну вот, как бы, не мое оказалось. Какие-то такие, они, знаете, звучат очень однобоко как будто. Нету чего-то интересненького вниз. В них пойдемте к Ире. Продолжаем с Ирой занюхивать. Что-то там занюхнули вот этот. Знаете, какой-то бренд Liquid Imaginators. Его многие рекламируют блогеры. Но какой-то определенный аромат. Вот это прям пахнет, ты пришел в церковь. Помолиться пришел. А мне нет. Клада нам, нет? Нет? У меня пахнет, как будто перверки. Только что отстреляли, и дымок пошел. О, ничего себе. Слушай, у тебя прикольная фантазия. Ну да. Есть такое же. Есть, да. Но вот мы больше всего занюхали, знаете, что с Ирой. Да я покажу. Думающе класс. Вот это вот. Мне нравится. Я даже не ожидала, что мне понравится. Красный такой флакон. Называется Amé du Sœur. Но это явно что-то на французском, судя по всему. Я не могу прочитать. Это пахнет опирой шприц, да. Но не прям весь вот опирой шприц, а какая-то только нотка из него. И будто бы пролили какой-то алкоголь. Да, да, да. Крепкий. Реально, да. Он подсох. И вот запах вот так, знаете, не дешевка какой-то, как от лукашей на вокзале. Да. А вот что такое конкретно? Ну вот тут, в принципе, герань, короче, есть. А можете нам рассказать по нотам, что вот здесь? Я не могу понять. Здравствуйте. Ой, он очень интересный. Там, во-первых, есть ноты красного апельсина, там прям красный апельсин, немножко имбиря. И он получается такой, по началу цитрусовый, с длинными нотками, а база у него более древесная, более тёплая и древесная. Ага, понятно. То есть это самый новый из всех у них? Да, это последний аромат, который выходил в районе. А самый популярный какой у них? Бланш Бет, один из самых популярных. Он, кстати, многим вспоминает начинку из Рафаэлки. Ой, ну-ка. Но, что интересно, там нет кокосового аккорда. Это старая начинка. Да, есть. Кокос, сразу прям кокос. Но там нет кокоса, там молочная корс. А если что-то посильнее, то фортис. Фортис, он такой, более брутальный, более дымный, будет по своему звучанию. Вот он абсолютно не секс, как для мужчин, так и для женщин. Он такой фиолетовый. Тут такой он тоже пахнет. Если Бланш Бет, он такой очень нежный, женственный, весенний. Да, это он прям с характера. Ну вот это, ну нет, церковный. Прям вот в церковь зашли. Лада. Если церковный, то Ликит. Этот аромат, он находил Димитрой. И его недавно вернулся в конце прошлого года. Вот здесь есть сладок. Да? Ага. А что самое такое максимально фруктовое у этого бренда? Самое свежее? Это как бы стоматолог. Ой, да. Ну слушай, все равно что-то есть. Я ужасная, я это говорю. Я просто не люблю. Можно попробовать флёртый сейпл? Да, что-то есть вот как будто в кабине стоматолога вот здесь. Да. Очень своеобразно. Ну это прям на любителей ароматов, но интересно. Да, интересно все равно. Он, да, он выделяет фрукты. Твердый сейпл, да. Ой, ну да ничего. А, ну тут шампанское какое-то. И послаще будет, да. И цветочные фруктовые нотки. Просекко. Есть. Мне очень нравится аромат Домбраза. Юбилейный выпуск этого аромата. Вот здесь и ноты просекко, есть и гриф, и фрукты, и розы. Это аромат, который поднимает настроение. Я вам, честно, было бы уже сушить. Ещё, ребят, я очень-очень хотела понюхать вот этот аромат от Жан-Поль Галтье. Господи. Гатье. Гатье. Какими-то карамельными леденцами, это сладкий аромат, но не перья. То есть он такой вот прям в миру. О, боже. Это потрясающе просто. Но я уже взяла себе аромат, поэтому не-не-не, Наташа, хоть. Но когда-нибудь, возможно, возьму его. Если он всё ещё будет у меня вот в мыслях, я вернусь и куплю. Плюс, конечно, оформление, эти ножки, флакон, конечно, офигенно. Ира советует маски для лица. Три штуки уже мне наложила. Вот Magic Glow не берите, Magic Glow отстой. Тут написано, что за пять минут типа лицо сделает. Через пять минут маска сфастом. Меллоу. Что я про неё не сказала. Меллоу посоветовала Ира вот такую. Да. И какую ещё, говоришь, самую лучшую? Бамбук. Она тоже гидрогелевая? Нет, она не гидрогелевая. Она очень нежная и много очень этого. И вот это тоже гидрогелевая. Эффект, как будто восемь часов спал. Мне такое надо с ребёнком. Да. Как будто. Потому что моя жизнь, это в принципе, и стала как будто. Итак, у нас произошёл флопинг-сбирайки. Да. Та-дам! У девочек была зарплата. У девочки есть деньги. Не знаю, это Нилл спелся такой. Сейчас популярный вообще. Не. Короче, мы сейчас выстраиваем маршрут и пойдём на ужин. На званный ужин. Итак, Ира проложила маршрут до Москоу-сити. Нам идти где-то 30-35 минут. Ну, только не туда. А всё-таки не туда, да? А такая со знанием дел ведёт. Ну, ладно. Ну, пошли. Главное, что сейчас правильно пойдём, да? Да. Потому что аппетит уже нагуленный. Сейчас полчаса ещё сильнее нагуляется, ребят. Да, уж эти прогулочки по Москве. И это что-то давно забытое. Идём с Ирой таким двориком. Уютненький, можно сказать. И самое главное, что такие, хопа, здесь Москва-сити. Хопа, здесь Москва-сити. Интересно смотреть сюда. Свернулись главные дороги. Сочок. Кормушечки. Все дела. Лавочки. Ну, такое прям действительно это. Дворик, скверик. Уютненький. Вон-вон там на лавочке соседи болтают. Видишь, видишь, перетирают. Либо даже бомжики, может быть, там водочку рделят. А тут хопа. И Москва-сити. На своеобразной конец. Это, вот, что там, Сити, Багратион. И мы могли бы прибыть с тобой на станцию метро. Другой Багратион. Идёт Ирина. Надеемся, что есть местечко. Итак, зашли у Иры на райончике, во вкус вилл, прям около дома. Купаем всякие ягодки туда-сюда. Да. Сейчас посетим максимум до 12. Да? Ну, да. А ты что, до двух? Ну, до 12, да. Ну, до часа максимум. Я думаю, на 12. Сейчас 9.30. Как раз. Созем ягодки. Короче, легкие такие посиделочки. С чайочком посидим. Да, может быть, вот клубники, кстати, взять. Не знаю. Я не поняла прикола. А что у нас случилось? И потом приходит, она такая, я не могу, он издевается. И в итоге мы договорились так, что мы не ставим 4. И я больше никогда не хожу на черчение. И даю ей устную клятву никогда не заниматься проектированием. Что, вот они не едят. Выспалась? Ты выспалась? Выспалась. Выспалась. Мэри, ты кушать идешь вообще? Мэри, ты кушать идешь? Она спокойная. Уже покорнила мне. Мэри. Успалась сегодня, пришла. Судьба холодная, холодная. Кофеё чечек. Прощайный кофе. Да. Сейчас зайдем за картошкой фрит. Поминальный кофе. Блин, жесть. Шутчик, конечно. Ну, надеюсь, что я в Москву приеду. Хотя в месяц через два. Ну, пошел. Или вы к нам пригоните. Летно. В конце мая, мой. Ну что, ребят, вот я уже и дома. Прибыла давно. Уже, наверное, часа, не знаю, два с половиной, что ли, три назад. Короче, сейчас собираюсь скорость снимать видео. Видите, нахожусь освещение, да. Есть. Я уже шапочку надела. Как некоторые думают, что я прикрываю, типа, трошечи свои корни или грязную голову. Ну, насчет отрошек корней, люди правы. Но насчет грязной головы, нет. Я ни разу грязную голову вроде шапка не прикрывала. Мне просто нравится на основной канал снимать в шапочках. Ну, не знаю. Такая у меня последнее время фишка на этом канале. Я почти что всегда там в головных уборах. Да, для кого-то это странно, что дома я, типа, в шапках. Ну, мне так нравится. Тут у нас мистер в таком розовом цвете. Витя, тебе так подходит? Тебе так подходит эта подсветка? Вау! Вот она нас туда кушает, малыш. Я, кстати, собираюсь снимать распаковку фигурок. Вот эти, диму, которые. Что-то приготовила себе. Там они здесь на столе лежат. Сейчас там подзарается немножечко аккумулятор, буду снимать. А еще у Витюшки появились новые игрушки-подвески. Я заказала на Вайлдберсе. Пару дней назад пришла. Вот такая, типа, змейка-пружинка. Они разные были. Были с зайчиком, там, со слоненком. Я взяла с зайчиком. А это сделано так вот, видите, да? Как будто змейка, и на ней эти подвесочки всякие. Это, кстати, тот же самый бренд, от которого и мобиль в кроватку, и от которого вот эта дуга. Ну, мы прямо на дугу прикрутили. А здесь, видите, вот такие, типа, подвесочки с пластиковым зеркальцем. Это вот от дуги подвеска мы ее оставили. Вот такая теплошадка. Если у нее нажать, ей будет музычка. И вот такой грызунок еще. У зайчика шуршат ушки. Такая, короче, уютная грушечка. Уютная? Здрасте. Здрасте. Витя, расскажи, может, ты еще на уточек смотрел. Вчера Валера отчет присылал. Ходил на пруд на уточек смотреть. Там такие уютные фотографии. Отец и сын. Вот. У нас погодка, конечно, испортилась. Прям такая пасмортная, активная. Балконечка, хочешь гулять сегодня? Все, я отсняла фигурки. Наверное, три или четыре штучки я из них продам. Ну, естественно, по такой цене. Ну, в два раза дешевле, естественно, чем они продаются. Вот остальные оставлю себе. И буду периодически менять их на своем столе рабочем. Короче, ну, как декор. Использую как декор. Сделал уже гулечку. Все, сейчас ту Валеру с Витей. Собирать буду ему ванночку наливать. И, да, будем его, собственно, купать. Параллельно буду покупать чаек. Вот, короче, у нас такие, знаете, вечерние традиции. Витек купается. Мы с ним сидим, болтаем. Там его развлекаем с игрушками, с этими, со всеми, с его, с резинами. Чаек там в процессе потягиваем. Короче, у нас так проходят вечера. Я еще, кстати, решила заказать точно такую же лампу, как у Иры. Вот, может быть, вы видели там у меня на фотографиях в Телеграм. Или здесь я в влоге вставляла, не знаю. Короче, их там, наверное, видов шесть. Я хочу тоже розовую. Белая, конечно, тоже симпатичная. Но розовая как-то не заходит больше. Чтобы, не знаю, может быть, поставим ее либо на кухне. Вот так вот вечером. Там атмосфера такая, чтобы приятная была. Либо уже где-нибудь перед телевизором. Я еще, короче, не решила. Может быть, на журнальном столике. Но дело в том, что сейчас ее нет в наличии на Вайлдберрис. Именно розовая нет в наличии. Я поставила ее в лист ожидания. А может быть, вообще закажу ее с Алиэкспресс. Потому что, блин. Ну, на Вайлдберрис это все равно все в основном перекупщики с Алиэкспресс. Очень многие продавцы просто перекупают с Алиэкспресс и торгуют на Вайлдберрис. Конечно, людям это удобнее. Быстрее заказать, быстрее придет. С прогулочки пришел. С прогулочки, мистер. Освежился? Освежился, да? Теперь у нас вводные процедуры по расписанию. Витюшка, пойдем раздеваться. Фишка всегда выскочила в подъезд. Пока Витюшка в ванной я поставила на разогрев духовку. Сейчас буду запекать индейку. Она таким маленьким кусочком. Может быть, дополнительно немножко ее отобью, чтобы она была помягче. И просто ее смешаю с приправками и запеку в духовочке. У нас сегодня будет такой запоздалый ужин. Ну и просто, может быть, нарежем каких-нибудь свежих овощей. Ребята, касса Владимира открыли моди. Это я пришла зайти в селу. Такая, опа, вижу моди. Нужно зайти, конечно же. Как иначе-то? Может, чего-нибудь посмотрим. Красивенькое, интересненькое. Ребята, немножечко подзатарилась. Ну и могла оттуда просто быть с пустыми руками из моди. Это очень тяжело. Вообще в планах у меня была села. Хочу посмотреть, что здесь есть для малышей. Ну и, может быть, себе какую-нибудь толстовку и рубашечку. Короче, на малышей есть. Но на таких уже повзрослее. Не знаю, мне кажется, от трёх и старше уже лет. Думала, может быть, что для совсем маленьких. Но нет, не видно. Для девчонок столько всего всегда. Для девчонок, блин, чего только нет. А на мальчиков всё время так... Ну и хватит, Слав, типа, куда там вам хватит, да? На девочек просто вообще разносолы. Ну, типа, видите, здесь вещи как будто вот... Ну, не знаю, я бы сама такое носила на самом-то деле. Ну и этот вот для девочек футболочки. Очень-очень милые просто. Да. Нормальную коллабу обнаружила. Смотрите, села. Села и Буше. Наша любимая с Валерой кондитерская в Питере. Ну что, Витя оценил? Оценил, Валер? Я купила в моде вот такой, кажется, плоский с аночкой. Витюш, как тебе? Зашло, нет? Ну, уже смотрел, что он все стороной. Он заставку на телеке говорит. Взяла ещё, значит, для стирки. Гель, кондиционер. Вот такие кенгу. Там вообще такой нейтральный аромат, как будто, вы знаете, особо-то ничем и не пахнет. Здесь такой главный мальчик в зелёном полотенчике. Увидите, в точности такое зелёное полотенце есть. Его дарили в коробке из роддома. Виктор, Виктор, здесь мог побыть. Взяла себе ещё вот такие мини-руэлистичные заколочки. Они, в принципе, хорошо будут держать прядь. Потому что здесь неплохой такой захват. Я заколкой им пользуюсь часто. Как для макияжа им нужны, чтобы волосы не мешались. Так её, в принципе, периодически ношу. Ещё вот такие кружечки купила. Это тоже в моде. Как раз Валера сказала, что латэ будет умещаться, да? Да. 400 миллилитров, да. 350 миллилитров. Вот такая вот у них форма. Хотела бокалы ещё там симпатичные взять, но что-то не стало у них, потому что очень-очень длинная какая-то ножка. Но вот эти вот кружечки меня прям покорили. Ещё вот такой держатель для ватных палочек или для ватных дисков. Это уже кому как. Но мне кажется, я, наверное, буду использовать для ватных палочек. Такой вот он пластиковый. С мешуткой, которая на льдине. Это кто тут лежит с гуськами? Кто себе носик сегодня поцарапывал? Я нацарапку сделала себе для носа, видите? Ой, какой. Ой, какой. Витя, ты, наверное, хочешь просто пирсинг, как у мамы, да? В принципе, это же ноздря с этой же стороны. Ты тоже колечко хочешь, когда вырастешь носу? Ну что, именинник? Витя, не работает. Повторюсь, я в состоянии это прочитать. Но табличка и ленты погоды с моим были, что угодит на то, что Витя уже не пользуется довольно давно. Ну что, именинник, полгода. Витя, как так быстро время прошло? Ну как ты быстро и медленно, как-то одновременно и так, осяк? Скажи, было, да? Ты вряд ли что-то вспомнишь за этот промежуток, который ты уже прошел? Будешь только с наших слов все узнавай. Фоточки смотреть, досики. Нам на слово будешь верить. Все, вот такие у тебя будут воспоминания в этом первом полугодии твоей жизни, Витя. Сейчас идем делать фотосы. Делал новые заколочки. Делать фоточку. Пойдем. О, Витя! А что это такое? Все, спят усталые игрушки. Витя спят. Спят усталые игрушки. Витя спят. Фифи нарушает спокойствие.